Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим польский рассольник. Польский рассольник мы готовим на домашней курице. Я заранее отварил в скороварке курицу, она домашняя, мне ее, мой друг, у него небольшое хозяйство, которое нас обжает и перепелиными яйцами, перепелами, индюками, главными героями наших супов, и петухами. В общем, вчера он притащил совершенно свежую курицу, вот такую. Она будет героиней в двух выпусках. Генский ватерзой и польский рассольник. Для этого я ее сварил просто с одной луковицей и чайной ложкой соли в скороварке. Вот она вся разваленная такая. Сейчас я ее буду потихонечку разбирать и готовить рассольник. Еще нам потребуется соленые огурцы с рассолом. Продаются в любом магазине. Сами смотрите, если у вас они свежие, свои собственные, соленые, настоящие, тогда, пожалуйста, используйте. Я этим делом пока не занимаюсь, поэтому у меня вот есть хорошие, довольно покупные, ну как, неплохие вроде. Укроп, сметана, стакан большой, мука, три столовые ложки, две больших, две средних луковицы, ну или одна большая, любой корень, который вам нравится. Можете даже пастернак, потом что еще, корень петрушки, корень сельдерея. Вот можете какой-нибудь корешок взять и положить. Вот один из трех. Репу не надо. Морковь обязательно. Чеснок обязательно. Это же рассольник. Огурцы, кстати, с рассолом. Растительное масло и картошка. Пока все. Сейчас мы это потихонечку уберем, будем и будем закладывать все по очереди. Сейчас я вам все. Не переключайте канал, как говорится. Оставайтесь с нами. Сейчас мы сделаем вам красивую заставочку и продолжим. Смотрите, какая штука. Сначала мы будем работать с овощами, значит, со всякими вот, вот то, что здесь и огурцы. Работать будем в казане. Для чего? Для того, чтобы мы взяли потихонечку, их туда натерли, нашинковали, заложили и пассеровали в рассоле. Туда рассол. Раз, чтобы они все превратились в одну такую подсоленую, рассольную именно вот массу. Вот в чем. Можно, конечно, это сделать в сковородке. Отдельно в сковородке, если у вас есть большая, глубокая, отдельно в сковородке, вот такую вот штуку замутить. Но если у вас есть неплохой казан, то можно сделать это в казане. Вот мы сейчас будем делать в казане. Для этого начинаем потихонечку, выливаем туда масло подсолнечное, растительное и начинаем нарезать туда лук и все остальные коренья. Мелчить нет смысла сильно. Остальное на терочке натрем просто и все. Морковь. Моркови можно здесь, можно огромную морковину положить. Она будет очень хорошо в сливочном таком состоянии проявляться. Очень красиво будет и очень вкусно, естественно. Немножко сладковато. Она сладкая. Очень хорошая морковь должна быть большая. Так, и сюда раз. Выкладываем чеснок сразу же. Сразу же чеснок и укроп пеньки. Здесь у меня внизу совсем толстые какие-то пенечки. Я их не буду, а вот эти, которые повыше, я их бабахну, что называется. Пока я работаю с огурцами, я ставлю это все на огонь. Вперед. Вот смотрите, как только там все уже прожглось, прогрелось очень хорошо, идет такой аромат, да. Пусть он еще постоит, вот как бы прокалите, сильно его прокалите. Я вам очень рекомендую это сделать. И когда это все уже потребует, оно должно, вы должны почувствовать, что оно уже хочет, чтобы туда влага пошла. То есть там будет такой некий влажный вакуум, да. И вот когда вы это почувствуете, надо сделать вот так. Раз. И вылить туда рассол. Огурцы туда не надо выкидывать. Им еще рано. Сейчас мы их будем нарезать. Вот. Слышите? И теперь вот эти все овощи, да, будут тушиться в рассоле. Особый аромат будет у вас, всего рассольника. Такая штука. Так. Дежапируем. Можно их через терку бабахнуть, а можно мелко нарезать. Можно их даже ошкурить, но я этого делать не буду. Я нарезаю тонко прямо, как можно тоньше все это дело. Если у вас довольно хорошо прорезается шкура, значит, не нужно ее убирать. Зачем? Если она, видите, как не сопротивляется прямо, мягкая. Сейчас будем... Там еще остатки рассолчика остались. Закладываем в казан. Вперед. Сейчас я буду нарезать картошку, но перед этим я возьму и выложу муку в сметану. Так вот раз. Аккуратненько. И перемешаю. Это такая заправочка, которая как раз, в общем, и отличает польский рассольник от каких-то наших других рассольников. То есть мы потихонечку-потихонечку ее вмешиваем, чтобы не было комков, чтобы она сильно не загустела. Если сейчас будет густеть, то можно немножко водички холодненькой налить. Ничего страшного. Или бульон холодный. Что-то... Что-то по-вашему усмотрению. А сейчас выливаем бульон, который стоит вот на соседней комфорочке, в казан. Полностью. Раз, вот туда. И все. Какая красота, посмотрите. Вот. Все, пусть кипит. Сейчас я нарежу картошечку, сюда заложу, нарежу немного укропа. И после, в конце самом, будем уже закладывать оставшийся ингредиент в виде нашей заправки. А вы пока проверьте, подписаны ли вы, поставили ли вы колокольчик, перешли ли вы по ссылкам в описании. Там есть интересные ссылки на овощи сухие для супа, на приправы разные, для мяса, для курицы, универсальные приправы. И, конечно, самое главное, перейдите по ссылочке на аккаунт на Valberis Alicia Fiori. Это модный дом, наш спонсор, который помогает нам в наших всех абсолютно выпусках. И будет помогать в дальнейшем. После заставочки вернемся и будем заканчивать наш польский рассольник. Так, ну что. Заканчиваем нарезать картошку. Я мелко нарежу картошечку. В этот раз прямо вот небольшими кусочками. Ее тоже не так уж много. Немного ее. Вот такая красотища. Так, и идем закладывать ее в казан. Все. Раз. Как только закипит, проварится, маленькие кусочки минут 5-10, не больше. И мы будем закладывать уже нашу заправку с укропом. О! Вообще, вместо укропа может быть любая зелень, которая вам нравится. Вот какого-то такого, знаете, как в финском Лохи Кейта, такого нет рецепта. Вот в финском там точно укроп и больше, ну, каких-то там много укропа и больше, ну, кроме петрушки ничего нельзя. Здесь же, думаю, что нужно, вот мне прямо хочется сюда заложить укроп. А так можно тоже и петрушку, и петрушку с укропом, и, кажется, даже кориандр можно, кинзу. Поэтому попробуйте. В данном случае вот я хочу очень заложить прямо укроп, и все, и ничто меня не остановит. В конце концов, в соленые огурцы укроп идет, правильно? Сочетается очень даже хорошо. Смотрите, я сейчас прямо так его... Его можно по отдельности, не обязательно его туда вмешивать. Можно заправку отдельно, а укроп отдельно. Не обязательно его туда вмешивать. Это я вот так, пока закипает, почучкаться хочу. Напомню, что я еще не солил, ничего не солил, потому что соленые огурцы, рассол, он может быть разный. Есть поменьше соли, есть побольше соли, есть всякий разный рассол. Поэтому сейчас, когда вот это все сделаем, закладка произойдет. И после этого уже за несколько минут до готовности, 5-6 минут до готовности, уже будем пробовать все на соли. А сейчас заставочка. Так, ну что, вот картошечка у нас уже 100% сварилась. Надо заложить туда такую вот сухих овощей суповая смесь шеф-шаров. Прямо вот так вот берем и закладываем универсальное для всех практически супов. Там есть овощи, там есть сухие овощи, понимаете? И они усиливают вкус. Это очень важно. Вот, и закладываем нашу заправку. Вот так вот. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Все. А-а-а. У-у-у. Ну вообще. Сейчас заставочку снимем. С ума сойти просто. После этого как раз надо будет перемешать, как только закипит, попробуем на соль. Добавим соль и убавляем на самый мелкий огонь до тех пор, пока, значит, сметана, овощи сухие. И все это не перемешается и не превратится вот такую вот одну замечательную, красивую мука. Придаст густоты обязательно нашему рассольнику. Что мы делаем с курицей? Смотрите. Курица лежит. Если вы хотите на данном этапе, можете закладывать ее туда. Она все равно вареная, в самую последнюю очередь. Закладываете курицу. Я буду делать, это делается в таких больших семьях, когда, ну так скажем, социальный статус не ого-го какой. Там, где более четкая подача, так скажем, ну солидная, так скажем, ну так как расфуфырено все, то можно взять кусочек и положить отдельно в тарелку. Вот так. То есть два вида подачи. Если хотите, чтобы вы там не передрались из-за куска, то тогда туда и все перемешайте. Чем мелче нарежете, тем лучше. А если, то надо каждому в тарелочку особенно из какой-нибудь отдельной миски. Под носом уже прямо положить, вот так красиво. Видите? На ваше усмотрение. Как хотите, так и делайте. Я сделаю по этому, по второму варианту. Ну что, ребята, польский рассольник готов. Я стою тут, конечно, хоть и не голодный, но все равно хочется еще царапнуть тарелочку. Что сейчас мы и сделаем нужно. Чудесно. И курочку. Вот тут вот. Раз. Посмотрите. Пожалуйста. Все. Польский рассольник готов. Сейчас буду пробовать. Польский рассольник готов. готовы я тоже как всегда готов ну рассольник у меня кстати один из самых популярных супов это ленинградский рассольник чтобы вы знали он там 2 по популярности стоит и люди в восторге от этого рецепта сейчас посмотрим что у нас с польским получилось у-у-у ребята это настоящий рассольник все все отлично получилось сейчас все перемешаю еще курицу туда утоплю еще чуть-чуть цепану вот это вот чем отличается тем что сметанная кисловата соленая вот это вот густота она другая совершенно если в нашем рассольники он добивается иногда перловкой то тут она вот эта мучная густота совершенно такая мягкая и молочно кислая я бы даже так сказал кроп чувствуется здорово прямо ну в общем это рассольник самый настоящий типичный не просто суп там солеными огурцами не что-то еще а именно польский настоящий рассольник поэтому спасибо большое за внимание смотрите другие рассольники есть рассольник с почками есть как я уже сказал ленинградский рассольник есть даже суп соленых огурцов и свеклой ну естественно готовьте по этому рецепту переходите по ссылке на аккаунт алисия феори валберис для моду яндекс маркет они внизу в описании там есть еще скоро вернее появится сейчас в данный момент нету когда выходит это видео но чуть попозже появится ссылка на сухие овощи шеф-шаров всего вам хорошего держитесь до приятного пока а и Субтитры создавал DimaTorzok